Я буду говорить о том, как изменились коммуникации. Коммуникации были всегда. Я маркетолог, в первую очередь. И хочу отметить, что любые коммуникации являются манипуляцией. Даже когда мы ничего не хотим продать, мы все равно продаем свою идею, свое видение и так далее. В первую очередь я буду говорить о интернет-коммуникациях, потому что в данный момент наиболее активная часть общества большую часть времени проводит именно в интернет. В интернет мы можем за один день пообщаться с тысячами людей, а в реальной жизни – с парой-тройкой человек. Очень важно отметить изменение восприятия изменений. То есть, с одной стороны, мы думаем, что изменения происходят вот так. Мы так их видим. На самом деле, они происходят намного быстрее. В случае с интернет – все происходит по-другому. Наше восприятие изменений остается тем же, а изменения дел происходят еще быстрее. То есть, мы думаем, что все идет так же, как три года назад, в Фейсбуке общаемся так же, но на самом деле в мозгу у нас уже изменился тип общения. Мы думаем, что это не так. Все уже изменилось, но мы выступаем по-прежнему. Я тоже так думал. Когда-то, год назад, я думал, что коммуникация и интернет – это сила. Давайте общаться, общение брендов, общение людей – это сильно, это хорошо. Пока не услышал выступления Сухербера, где он сказал, что о коммуникации в социальных медиа-то умерли и победили инструменты. Я начал копать. И докопался. Я показался одним из первых, кто этим занялся, и мы разработали еще других вещей, как это происходит, те же инструменты. И в чем ситуация? Я буду сейчас рассказывать про инструменты, а не маркетинговые. С одной стороны, я думаю, что вам будет это не очень приятно. Они покажут, как бренды управляют вами, как они строят свои коммуникации так, что вы не понимаете, как это происходит. Но, с другой стороны, я и потребитель. Я обычный пользователь того же интернета. И я должен понимать, что да, окей, как маркетолог я хочу кем-то манипулировать. Но потребитель должен знать, как защитить себя. И сделать так, чтобы эти манипуляции не были тем, что мне подвинулось сделать то, чего я не хочу на самом деле. Мы говорим о социальном медиа, как о хорошем средстве коммуникации, но на самом деле мы уже давно воспринимаем ее, как спам. Мы хотим знать, кто когда позавтракал? Нет. Мы хотим знать, кто когда пошел? Нет. То, что мы относимся к традиционным медиам, как спам, это уже старая история, в которой мы видим рекламу и мы переключаемся, потому что там мы не управляем контентом. Но спам не всегда спам. Традиционные вещи, как email-рассылка с Viagra и инструменты по выключению пениса не всегда являются спамом. Для некоторых людей это является посланием Божьим. Я утром посмотрел себе на себя в зеркало и понял, что у меня маленький или ночью не получилось. Вот решение. И это не спам. Поэтому спам – вещь очень субъективная. Когда мне что-либо надо, прямо в этот момент реклама нужного мне препарата, товара или услуги, не является спамом. Но очень полезный, замечательный препарат, услуга, что угодно, в тот момент, когда мне это совершенно не надо, является спамом. Разность человека, который получил нужные препараты. А с другой стороны, банальная стандартная реклама стоматологии. Возможно, неплохая стоматология. Возможно, замечательные лучшие условия. Но я лечу зубы раз в три года. Очень не люблю это делать. И когда они у меня не болят, любая реклама стоматологии не вызывает раздражение. И когда они заболят, сюда я не пойду. Они три года мне выносили мозг. Они три года меня пугали. Не надо. Сюда мы не пойдем. Мы поищем другие какие-то варианты, напишем друзьям в твиттере, в фейсбуке. А кто порекомендует мне хорошую стоматологическую клинику? И когда мне ответят, я пойду туда. Все, что я не прошу, вызывает ярость. Поэтому мы на данный момент реально воспринимаем только то, что нам надо, когда это нам надо. Мы можем говорить по-другому, но на самом деле это именно так. Но некоторые думают, что есть поисковые системы, где когда мне надо, я напишу и получу ответ на свой вопрос. Это уже тоже не так. С одной стороны. Если мы подумаем, то четыре года назад тот же Google выдавал больше результатов. Сейчас меньше. Раз в четыре меньше результатов выдает Google по одному тому же сбросу. А сайтов стало больше. Более того, сейчас вся цена информации находится в социальных сетях, а поисковые системы ищут исключительно сайт. Насколько это нам ценно? Более того, поисковые системы переродились. Они умирают, они убиваются. Они убивают и SEO, и SERM. SEO – оптимизация поисковая. Мы на самом деле видим не то, что мы хотим видеть, не то, что на самом деле ценно, а то, что хорошо от SEO-шима. То, что хорошо поднято вверх поисковой выдаче. Сейчас новый бич, который убивает поисковую систему еще сильнее – это SERM. SEO-шим репутаций менеджмент. То, что очищает вашу репутацию, репутацию бренда от негатива. Сейчас массово все депутаты, политики, большинство партий, я, по-моему, не знаю ни одну партию, где этого сейчас нет. Себя чистят. Забиваем депутата – а он ангел. Ничего плохого. А мы-то знаем, что у грешки какие-то есть. А он ангел. Забиваем другого – снова ангел. Насколько мы доверяем после этого системе? Не очень. И это внутреннее недоверие есть уже в каждом из нас. Большинство из нас ищет поисковых систем, в первую очередь, то, что фактически. То есть адрес – кафе. Ну, ничего другого не будет. А вот, чтобы составить свое мнение, стоит ли идти в Google? С того будет оно не то, что на самом деле, а то, что люди хотят, чтобы мы видели. Оно не является релевантным. Дальше. Изменилась концепция общения. Когда-то на заре социал-медиа мы говорили, что новые медиа всех победят. Почему? Потому что традиционные медиа – это что? Это монолог. А вот социальные медиа – это диалог. Мы общаемся, бренд с нами общается, мы как люди, мы друг другу доверяем. Ну, мы наобщались, мы договорились. У нас очень много друзей. У нас перегруз информации. И в итоге что происходит? Мы сами стали традиционным медиа. Нас интересует только то, что мы говорим. Мы с удовольствием замещаемся на сценах Фейсбука. Как вам позавтра? Какая фотография? Я сейчас сижу в таком замечательном ресторане. Я поехал в отпуск. Фотография. Замечательно. И нас, в первую очередь, интересуют дальше только комментарии к нашим постам. То, что пишут другие друзья, насколько интересно. Их 500. Ну, в моем случае, вообще, около... 20 тысяч человек и что-то читать. Их можно почитать только для того, чтобы найти свежий контент для своей стены. И это так. Вы можете думать, что вы не читаете, потому что вам интересно. На самом деле, вы так думаете. А в голове уже, на самом деле, все работает по-другому. И как строить коммуникацию в таком мире? Опять-таки, сейчас буду говорить как маркетолог, а не как простой пользователь. Как простой пользователь, я уже расскажу это в выводах. Надо давать людям только то, что они просят, тогда, когда они просят, и там, где они просят. И, соответственно, если мы, как бренд, говорим, что давайте сделаем в Фейсбуке, Забудьте. На данный момент, в большом мире интернета, не существует его канал отдельного как Фейсбук. Но нужно сделать так, чтобы коммуникации со всеми нашими потребителями представили ровно там, где они находятся. В Твиттере, в какой-то маленькой социальной сети на 10 пользователей. Без разницы. Если там есть наш потребитель, мы можем пообщаться, когда он этого хочет. Как это делается? Есть очень много инструментов. Я приведу пример три инструмента. Social CRM, Flexible Sites и Monitoring. Начнем с Social CRM. Все очень просто. Эта система состоит из трех модулей. Мониторинга. Система находит любые упоминания, которые мы забьем. Например, я автопринт ищу тех людей, которые хотят купить автомобиль. Замечательно. Ищем любые упоминания во всех социальных сетях, даже в закрытых. На самом деле, хочу вас огорчить, если вы пишете что-то только для друзей в закрытой группе и так далее, это для вас закрыто. Для системы интернга все открыто. Если вы удалили публикацию, для системы интернга публикация еще есть. Для вас ее нет. Для ваших друзей ее нет. Для роботов все есть. Ничего закрытого давно уже нет. Находится ваше упоминание. Моментально. Обычно отклик разница 10-15 минут. Я хочу поменять машину. А что лучше, Chevrolet или BMW? Тут же допускает систему мониторинга. Из мониторинга в CRM расценивается. Ага, человек готов купить машину. Человек раздумывает. Дальше идет система библиотечных роботов. Находятся соответствующие ответы. Другой друг. Chevrolet лучше, чем BMW. По таким-то параметрам. Приглашаем вас на тест-драйв. Вы уже записаны куда-то. Специально для вас. Иван Иванович, сегодня скидка такая-то. Вы уже записаны на тест-драйв. Вас ждем. Тут же, в том контексте, в котором человек хочет, если продажи какие-то мега дорогие, можно даже отстроить тип коммуникации, так, чтобы человеку было приятно и понятно. Вариантов очень много. Дальше. Flexible sites. Сайты, которые дают каждому человеку то, что он хочет. Очень простой пример. Например, ресторан. Сайт ресторана. Каждый ресторан обычно имеет три основных категории клиентов. Люди, которые хотят попроще и подешевле. Завтраки и бизнес-ланчи. Люди, которые хотят в обед посетить тихо, с карьером, с партнерами. Как-то пообщаться. Так, чтобы музыка не мешала. И люди, которые хотят оторваться вечером, не знаю, посмотреть стриптиз. Набухаться. Весело так провести время. Обычно в каждом ресторане есть зоны вечером. Весело, днем, спокойно. Ну и бизнес-ланчи, завтраки. Но как подойти оторваться так, чтобы не спугнуть каждую сельскую аудиторию? Если мы заходим на сайт и считаем, здесь весело можно набухаться и так далее, а мы хотим посетить с клиентами кальяном. Мне интересно. А так, у нас трое с разными целями. Заходят на этот же сайт и читают. Я читаю. Здесь хорошо, с кальяном. Иду. Другой человек читает. Здесь можно весело потусить. Прикольно. Иду. И так далее. Как это делается? Все очень банально и просто. Когда вы заходите на сайт, считывается ваша хистерия браузера. И по определенным параметрам определяется. Вы деловой человек. У вас какие-то интересы. И пошло-поехало. Вы попадаете в определенный кластер. И вам дается та информация, которую вас явно заинтересует. Это работающая тема. Сейчас ее собирается внедрять. Одна из основных партий в Украине. Которая будет показывать предпринимателям. Налоговую реформу. Пенсионерам. Извините. Пенсионные реформы. И так далее, и так далее, и так далее. Пару личных заданий собирается внедрять. Зачем? Я предприниматель захожу в свою пенсионную реформу. Мне интересно. А так сразу и попали. И система мониторинга. Система мониторинга – это то, на чем сейчас все базируется. Начнем с самого простого. Поисковая система. Мониторинг работает поисковая система. Только охватывается сталь и ветер, и не только сайты. Там нет ранжирования, которое чистит как раз то, что нам надо. Там есть только свежесть. Нет ограничений. То есть, всегда есть только свежее сверху. Замечательно. То есть, игры сеошников здесь уже не помогают. Дальше. Social CRM строится на этом. Textable sites строится на этом. Более того. Их много. Что может порадовать? Почти все русскоязычные системы мониторинга сделаны в Украине. Это замечательно. Украинские айтишники умнее, чем русские. И половина из них… Ну, третий из них, я участвовал. И половина из них имеет возможность платного доступа. То есть, в принципе, обычный потребитель, если интересуется ситуацией по конкретному депутату, что-либо еще, хочет получить настоящую информацию, может пойти в систему мониторинга и воспользоваться этим. И все будет нормально. Мы хотим, не знаю, продать свою машину, мы можем тоже поступить как автодилер. Искать запросы, а кто же сейчас хочет купить машину. С помощью системы мониторинга. Просто CRM и юридичные роботы будут в голове. Мы просто будем руками отписываться. Что еще важно заметить. Да, корпорации за нами следят. Но, могу с одной стороны вас порадовать. Украинские спецслужбы нормально не следят. У них этой системы долгом нету. Ряд партии собираются это сделать, чтобы убрать сторонников противников, но у местных СБУ с этим все сложно. А вот россиян все очень замечательно. Администрация президента и ФСБ прекрасно владели в России всем мониторинга и сушил СРМ. И там никакие ваши движения не останутся незамечены. Но мы пока можем радоваться. Наверное еще год. Ну и дальше больше. Если я рассказываю предыдущие вещи, как маркетолог, надеюсь показал вам, что в принципе можно всем продавать то, что вам надо вовремя. И рекомендовал бы следить за тем, что вы говорите. Потому что с одной стороны нарушение вашей правости, а с другой стороны этим можно манипулировать. То есть проверенная ситуация. Есть замечательный мобильный оператор, который реагирует на проблемы со связью быстрее, когда пишешь о нем в Твиттере или Фейсбуке, какие они плохие. Ты можешь час убить на попытке дозвониться, разобраться с ситуацией, пишешь в Твиттере, здесь он проходит и все нормально у тебя со связью. Есть еще один крупнейший банк украинский. Та же история. В некую реакцию написал, что все плохо. Они пользуются SocialCRM. С мобильным оператором я работал, с банком работали западные товарищи. Все прекрасно. Но дальше больше. В будущем необходимо будет контролировать, а что вы думаете. И для этого уже есть предпосылки. Неромаркетиковые устройства. Они сейчас безумно дешевели. Они уже недорогие. Одна штука. Они сейчас используются в первую очередь для людей как манипуляторы. Надеваете эту штуку на голову, она беспроводная, и вы можете в игрушках. Я хочу пойти туда, я хочу выстрелить. По сути, пользуйтесь как мышкой. Это работает. Такая одна штука стоит в Австралии 750 долларов. Через год где-то будет стоять 150 долларов. Еще через год будет стоять 50 долларов. Они намного удобнее, чем мышки. Они очень просто структурируют мышление. На самом деле, когда мы пользуемся обычным манипулятором, мы можем себе позволить сомневаться. Погонули направо. Наверное, она была налево. Мы идем направо. А когда пользуемся этой вещью, она себе испытывала. Мы идем направо. Ой, она была налево. И пошел налево. Поэтому пару дней работаешь с этой вещью, и думаешь четко. Если направо, то уже направо. Но эта вещь работает двусторонне. Она снимает, где тебе нравится, где тебе не нравится, где испугался. И снимает все твои показатели. А все, что работает двусторонне, по сути, снимает с себя информацию. Соответственно, если мы масса начнем пользоваться этими вещами, то что бы мы ни писали, абсолютно можем многое. Стандартная история при опросах. Ведите ли вы быстрорастворимую вермишель? Нет. А человек ее ест каждый день по три раза. Но ему стыдно в этом признаться. При опросах, какой кофе вы потребляете, обычно люди говорят, совсем не те бренды. Ни ищемленный голос, ни что-либо еще. Ни напиток из цикория. А, например, бренд ниже среднего, ну вот что-то такое. Опять-таки, им стыдно признаться в том, что они употребляют. А когда они думают, ну они же не обманывают себя же. Все очень просто. И поэтому, на самом деле, надо внутренне готовиться, что, а думать надо правильно. И во все, что мы думаем, будет услышано. Я закончил, здесь уже приду к выводу. Плохо это или хорошо? На самом деле, хорошо то, что вы должны об этом знать. И вы понимаете, что все, что вы делаете в интернет, оно фиксируется. Можно этого пугаться. Можно быть параноиком. Но, с другой стороны, если мы это знаем, то мы можем управлять теми же брендами, управлять теми же коммуникациями. И пользоваться этими же инструментами для своих целей. С помощью мониторинга узнавать правду. С помощью того же мониторинга играться в лсрм и находить интересную информацию и коммуницировать. С другой стороны, я думаю, что вы теперь понимаете, что не все, все, все стоит писать в социальных сетях. Даже если у вас аккаунт закрытый только для друзей. Но, с другой стороны, вы понимаете, что, если вы хотите получить быструю реакцию от какого-либо крупного бренда, достаточно хорошо выругаться. И реакция произойдет. В одних случаях вам позвонят и поинтересуются, что же такое произошло. В некоторых случаях просто, не знаю, мобильная связь станет лучше. Тихо и молча. Но, тем не менее, сейчас это и происходит массово. Дальше. Я думаю, что вы задумаетесь, стоит ли доверять всему, что есть в сети. Википедия самый большой источник знаний и самый большой источник ложных знаний. Это тоже надо помнить. Я закончу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ В